Но вы заметили, что мы тут сидим на стульях. И вы заметили, наверное, что уже почти каждое собрание на протяжении многих молодежных собраний подряд молодежь выходит и свидетельствует о каких-то вещах, которые происходят в их жизни. И сегодня мы хотим поприветствовать Дану. Всем привет. Дана, расскажи нам чуть-чуть о себе. Кто ты, откуда ты, что ты? Я студентка, я учусь здесь в Москве уже полгода. То есть я учусь на первом курсе, и в вашей церкви я где-то с сентября и ни на секунду не пожалела, что я здесь. Мы тоже. Очень рада быть здесь. Супер. Тогда ты, наверное, хочешь нам что-нибудь рассказать, да? Да, я хочу рассказать о истории, которая произошла в моей семье. Где-то с Нового года эта история произошла с моим братиком, двоюродным братом. Его зовут Нияс, ему 9 лет. После Нового года он проходил обследование, нужно было для шахматной школы, и случайно у него обнаружили образование в печени. И было подозрение о том, что оно злокачественное. И сказали о том, что обязательно срочно нужно проходить повторное и более подробное, чтобы это обследовать. И мы даже не могли допустить такой мысли, что это рак, и мы все молились очень о том, что, ну, верили, что это не может быть рак. После более тщательного обследования оказалось, что это опухоль доброкачественная, но это киста, которая достаточно крупная, и она из-за того, что в печени, это назначили операцию, и операция должна была быть очень рискованная, потому что печень — это тот орган, где очень много сосудов, капилляров, и то есть большая очень потеря крови. И нам сказали то, что нужно срочно искать доноров, нам назначили операцию к братику и оставили два дня на то, чтобы искать доноров. Когда я потом узнала, я написала везде в Твиттере, ВКонтакте, где я могла, о том, чтобы мне помогли найти доноров. И я бы хотела сказать большое спасибо всем, кто ретвитил, всем, кто делал репост, и очень много людей нашлось именно благодаря вам. На следующий день, и потом еще через день, пришло больше 20 человек на донорство. И еще многие люди, кто... Извини, одну секунду. Есть кто-нибудь в этом зале, кто пришел на донорство? Поднимите руку. Это в Москве. Это в Казани. А, в Казани? Это не в Москве, да. Ну, ладно. Ну, очень многие люди... Ну, вдруг кто-то пришел тут. Из молодежки очень многие люди я видела и ретвитила, и большое вам всем спасибо. И многие нашлись через Москву, через Украину, вот, то есть, вообще невероятным способом. И есть люди, которые после этого вдохновились приходить каждый месяц и жертвовать, отдавать свою кровь детям таким же. И слава Богу за это. И вот, ну, настал день операции, и я очень переживала за брата, потому что он, ну, я думала, что он очень боится. Но когда он шел на операцию, он говорил, мам, я не боюсь, Бог же со мной. То есть, слава Богу, за его веру также, потому что, ну, я не ожидала, что такая, у ребенка такая вера. И суть в том, что операция прошла очень успешно, печень почти была не задета, и кровь почти не была, ну, потеряна. То есть, очень удачно сделали. Были очень хорошие доктора, которые сделали очень качественную эту операцию. И суть в том, что восстановительный период должен был быть около двух недель. Еще просто готовка к выписке. Он уже сейчас дома, это через восемь дней после операции. Его уже выписали. Он уже сейчас дома. Через десять дней уже идет в школу. Это просто невероятно. И вот я недавно читала у Клайва Льюиса, он писал в своей книге о том, что мы часто недооцениваем силу исцеления, которую дает Господь. То, что на самом деле лечат не врачи. Сами врачи признают, что они еще никого не вылечили. Это организм, это сила, которую Господь дает организму, чтобы он сам восстанавливался. И никто, кроме Бога, не может этим руководить. И просто нам нужно доверять, действительно, и полностью полагаться на Господа. И молиться с верой, действительно. Мы молились группой, молились мои друзья, молились церкви, я знаю. И спасти во всем большое за это тоже. И именно этими молитвами сейчас, я знаю, что именно благодаря этому мой братик сейчас в таком хорошем состоянии. И слава Богу, друзья. Слава Господу за это. Дана, спасибо огромное. Это нас очень сильно вдохновило, лично меня. Я рада. Я знаю, что враг не дремлет, и вы знаете об этом. Давайте усерднее молиться. И об этом мальчике Саш, я уверен, что Бог может сотворить чудо. Аминь. Аминь.